Продолжение следует... 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 для творчества человека, когда он приносит свое детище на суд, на своей аудитории. И для нас никогда не было важно, будет ли зал полнен или переполнен, будет ли в зале сидеть 20 человек или 100 человек. Никогда не было важно. Почему? Потому что не количеством аудитории определяется качество поэзии. Есть поэты, которые собирают 30 человек, но это настоящая поэзия. А есть иногда, к сожалению, и такие ситуации, когда собираются целые стадионы, а настоящих поэзий там и не падают. И вот в наше довольно-таки трудное время сегодня, когда... Но, собственно, у нас легких времен поэзии никогда, насколько я так знаю, не было. Потому что уже 30 лет возглавляем музей Маяковского. Я, собственно, не помню такого времени, чтобы с поэзией у нас было все в порядке. Для поэта всегда это, прежде всего, его как бы исповедь, его какое-то внутреннее состояние души. И если эта душа настроена на что-то светлое, большое, то всегда почти такая поэзия находит отклик в сердцах наших современников. Я истинно желаю вам сегодня замечательного вечера. Я надеюсь, что я, может быть, к концу вечера еще подаю к этому микрофону. Просто так складываются обстоятельства, что я должна сейчас открывать, присутствовать на открытии музея фотографий. Тоже мои коллеги. И не пойти туда я, как вы понимаете, не могу. Я хотела бы передать кому слово, я, правда, не знаю. Выполнить, знаете, да. Я хочу уступить место у микрофона и пожелать вам всего самого-самого доброго, творческих успехов. И мне очень приятно, что вот в этом самом юбилейном сборнике я увидела фотографию Юры Виноградова, который на протяжении долгих лет был главным, как бы, хозяином этого зала, вел многие поэтические вчера в этом зале и очень многие из присутствующих здесь хорошо, наверное, его помнят. Приятно, что среди Союза литераторов не забывают настоящих друзей. И меня, хотелось сказать, особую благодарность к друзьям и Дмитрию Васильевичу, и всем членам предколлегии, которые создали этот замечательный совершенно сборник, и которые сегодня, наверное, поделятся и своими мыслями, и с которыми вы поделитесь тоже своими мыслями. И все вам самое доброе. Я надеюсь, что я еще вас поздравляю. Соколовая фирма Стрижнева, директор музея Маяковского. И, между прочим, первую аудиокнигу, которую выпустил Союз литераторов, а это было давно, это был 1998 год, это была книга памяти Юрия Виноградова. Две книжки-аудио мы выпустили по истории российского масонства за все годы наши, да? Но надеемся, что будут еще аудиокниги. Мы приняли поздравления от директора музея Маяковского, от почетного члена Союза литераторов России, Светланы Стрижневой. У нас сегодня будут поздравления разные. И, так традиционно, поздравления от Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова. У нас сегодня удивительная исполнительница. Обратите внимание, это Оля Белдитская, флейта. Оля, пожалуйста, проходи сюда. Она учится во втором классе школы имени Гнесиных. 11 октября 2009 года, ровно год назад, вы представляете, она выступала в Большом зале консерватории. Концертмейстер «Мама» Елена Фатах. И мы с вами сегодня услышим Валентине в санатах номер 9 и Моссер, колокольчик из оперы «Волшебная флейта». Итак, Оля Белдитская. Оля Белдитская. Оля Белдитская. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо за просмотр! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Книжку, которую мы издали несколько лет назад, она тяжелая, чтобы были хорошие воспоминания. Вам успехов, удачи! Спасибо вам большое! Очень приятно! Спасибо большое! Вы знаете, у нас настолько необычный армонад. Мы всегда выпускали, чтобы была поэзия, проза, а вот это лет в истории литераторов. Что мы делали, где выступали, наиболее интересные публикации. Они не целиком помещены, потому что не хватило бы просто этой книги. И мы поместили фрагменты, а потом идут ссылки на сайт, которым руководит Сергей Алюмарин. У нас, мы с вами все его хорошо знаем. И вот полностью все отрывки произведений, статьи литературы вечности можно потом прочитать на сайте Алюмарина, которому руководит сайте Союза литераторов, или на сайте читательного зала, которым руководит Евгений Степанов. Так что очень трудная доля сейчас рассказывать об этом армонаде. Он просто настолько много в себя вместил, что мы не успеем рассказать обо всем. Но хотелось бы сказать, что особое место здесь занимает письма. Мы, люди, которых лишили помещение, а раньше у нас было помещение на Цвещевской, дом 8-12, вот такой странный адрес, уже более 15 лет вот скитаемся по разным другим помещениям, и не можем добиться, чтобы нам вернули помещение свое. Хотя много приложили к этому сил, времени, времени творческого, что особенно обидно. И вот в этом армонаде мы можем прочитать письма, которые направлены и президентом, и их представителем, и программу «Времечко». То есть есть числа этим письмам. Но письма мы писали не только в защиту своего помещения, чтобы его вернули были письма, и другие мы продолжаем их писать. Например, совместно с Афтнадзором мы направили в конце прошлого года письмо в защиту дачи Муромцева, но, к сожалению, она сгорела. И потом несколько членов Союза литератур участвовали в акции на сгорелшей даче. Интересно, и я думаю, вам будет любопытно, что три года назад мы написали письмо в защиту культурного наследия Москвы. И вот фрагмент из этого письма мне бы хотелось, чтобы прочитал Максим Жуков. Вот три года прошло такое впечатление, что вчера, неделю назад написали. Да, в 2007 году. Открытое письмо о сохранении культурного наследия Москвы. Союз литераторов России, как и вся московская общественность, обеспокоены уничтожением в Москве памятников и элементов исторической среды под действием современного ненасытного бизнес-строя. Нарушается естественный процесс эволюционного развития города. Взамен неспешного и деликатного замещения отжившей свой век застройки идут революционные преобразования, граничащие с катастрофой. Разрушаются не только отдельные памятники истории и культуры. Исчезают целые улицы, кварталы, районы, городские площади. Москва на глазах теряет имидж исторического города, который по праву еще недавно назывался памятником и градостроительного искусства. Среда жизнеобедания становится агрессивной для жителей, которые все более теряют ощущение, что живут в своем родном городе. Возводятся здания, закрывающие перспективу улиц и площадей. Застраиваются московские дворцы и уничтожаются скверы. Исторический центр отдается на откуп офисно-торгово-досуговому бизнесу, для которого строятся стоянки и организуется скоростной транспорт с периферией. Так создается транспортная проблема. Москва утонула в крупногабаритной рекламе товаров и услуг потребительского, часто сомнительного свойства. Духовно-культурная составляющая атмосфера города смещается в область торговли. Мы аплодируем, вероятно, тому, что какие-то изменения, может быть, все-таки произойдут в ближайшее время. Хотя писать письма все равно надо. Потому что каким-то образом мы все-таки подвигаем эту власть, этих чиновников. Что-то мы отвоевываем. По крайней мере, не разрушается все. И участвовать в этих акциях, безусловно, надо. Не прошло и года, как с подачи Арсена Мелитоняна, мы написали письмо в Санкт-Петербург. Мы свою эпоху и в Санкт-Петербург тоже как бы направили. Там есть дом, в котором когда-то жил Александр Блок. В нашем уставе написано, что мы ведем свое происхождение от союза поэтов, который возглавлял одно время Александр Блок. Так что для нас это было святое. И мы сейчас попробуем, я правда не надеюсь, что это будет очень успешно, но вдруг получится, такую живую картину воспроизвести, то, что напечатано в Альманаке словесность, переписку по поводу установления доски Блока в Санкт-Петербурге. Помните, мы об этом много говорили в течение года. И вот сейчас мы вместе с Валентином Куклиным, Арсеном Мелитоняном, Ниной Давыдовой, это я, и Юлией Квартиным попробуем создать живую картину. Начинаем с Валентином Куклиным, вот с дома, да? Я хотел бы несколько слов сейчас сказать по поводу Альманакова. Это первая реальная такая фактическая попытка, где действительно представлены течения, предообъединения. Так что в основном это была фактическая литература, и такое ощущение, что в сравнении ничего не было. На самом деле было очень многое, и вот в этом сборнике эти кружки или это объединение, они представлены. Я хотел бы вернуться к одному факту, это, наверное, 70-е годы, засчитать кусочек, который там прикован. Времена социализма, когда мы были юные, и многие не занимают, что происходит вокруг. Ну и мы пытались создавать новые, бороться с запустью, социалистической обстановки. Я снимал фильм в Амбике и пригласил на главную роль никому неизвестную Ирину Камбру. Уже деканат не твердил, и фильм состоялся, учебный фильм без нее. И была еще важная тема, я делал композицию по драмам Александра Блока, на которой несколько авторов написали мудрые. И я хотел, чтобы ее пропела Камбру. Но это не было суждено сбыться, так как мелус уходил, и действительно начали сохнуть слова. Слова высыхают, когда из них уходит живое и убедительное. И они уже ничего не значат. А живое по-прежнему продолжает свистеть, летается просто из воздуха, как дыхание пера рождает тонкий смысл, и небесный роскошь и утонченность, делающий нас ученикам вечным живым. Вот этим как раз и занимался Блок. Именно так и было в начале 70-х годов, когда в основном было время глухих, и действительно реальным смыслом политическим очень сложно было реализоваться. В этом году исполняется 130 лет со дня рождения Александра Блока. И мои коллеги в Санкт-Петербурге, зная, что Совет Литераторов это одно из тех объединений, которые поддерживают подобные инициативы, не зная, правда, при этом, что Блок не был в стране, что Совет Литераторов все время в детское и мое отношение, обратились к нам с просьбой поддержать их инициативу о том, чтобы на одном из домов, где Александр Блок жил с 1910 по 1912 год по Монетной улице, была установлена памятная панель. Был подготовлен эскизный проект, направлены соответствующие письма об администрацию Санкт-Петербурга. Не могу сказать, что вопрос очень просто и быстро решается, поскольку это связано, опять-таки, с теми регламентами, которые существуют в администрациях различных городов по поводу установки подобных памятных досок, но, тем не менее, документы приняты на рассмотрение, как я уже сказал, подготовлены эскизный проект, и будем надеяться, что в скором времени такая доска появится. Я напомню, что в «Монахе-2007» было помещено исследование Анатолия Бомарева о высоких союзах литераторов России. И статья называлась «И так же прост. Наш тихий храм». И как же мы были удивлены, когда стали готовить вот это письмо в Санкт-Петербург, что, оказывается, стихотворение Блока, строчка из которого это название вот этой статьи «Исследование Бомарева», была написана вот в том самом доме, где мы, собственно, вот просим поместить мемориальную доску. Поэтому мне бы хотелось полностью прочитать это стихотворение. О, как смеялись вы над нами, как ненавидели вы нас за то, что тихими стихами мы громко обличили вас, но мы все те же. Мы, поэты, за вас, а вас тоскоем вновь, храня священную любовь, твердя старинные обеты. И так же просят наш тихий храм. Мы на стенах читаем строки о том, что под землей струи, поют о том, что бродят светы. Но помни тючело заветы, молчи, скрывайся, и тари, и чувства, и мечты свои. Январь 1911 года в квартире на Малой Монетной, где мы просим установить мемориальную доску. Юрий Кварцов. А вот так. Я надеюсь, все, собственно говоря, присутствующие знают, что я не только литератор и публицист, но и профессиональный юрист. Я текущий адвакат. Поэтому все, что касается юридипруденции в жизни целью литератора, волей и волей приходится мне под свой контроль. Так, собственно говоря, произошло и доску и блогу. В начале, так сказать, в Санкт-Петербурге почему-то вас приняли в Союз литераторов как меценаты, я так понял. И поэтому прислали сюда вам письмо, что ради бога мы готовы, так сказать, разрешить вам установить доску при одном условии, если вы будете полностью ее финансировать до конца жизни этой доски. И установку, и конструкцию, и реставрацию, и уход за ней. В общем, все абсолютно. И сам Петербург представил письмо. Вы дайте нам гарантийное письмо, что вы будете за все это отвечать, пока Сайт литераторов будет живым. Поэтому мне пришлось отредактировать письмо в ответ им. И то письмо, которое было заранее подготовлено, было несколько изменено. Они, где гену культуру, уже убрали, это что-то? Ну, по-видимому, они считают, что культура должна сама себя финансировать. Если мы хотим культуру массы, то мы должны ее проплатить. Видимо, такая постановка вопроса. Иначе это понять невозможно. Но, к сожалению, с нами все время так поступает. Например, я уже упоминал насчет помещения для работы. Нам предлагают помещение, но на голом месте. Вы его отреставрируете, реконструируете, и так далее, и так далее. А потом уже, так сказать, можете пользоваться. И я не удивлюсь, если еще потом скажут, что вы так хорошо сделали помещение, что две трети вы должны отдать нам назад. Правда, сейчас Министерство имущественных отношений поставлено в такое положение, интересное. Это в чем положение? Это вы, Илья Иванович, постарайтесь. Ну, вот сегодня я буквально получил ответ от них, что... То есть, они не знают, что отвечать, по большому счету. Они говорят о том, что, вы знаете, вот мы, наконец, спустя уже полгода, как мы отправили письмо, вот мы сейчас, наконец, провели ревизию того здания, где вы располагались, на Сущевке, и выяснили, ах ты, боже мой, вы знаете, у нас всегда все так неожиданно, и зима приходит, и еда приходит неожиданно. Напомню, кто забыл, это помещение было представлено Министерством имущественных отношений нам бессрочное, безвозмездное пользование. После чего, Министерство имущественных отношений передало это здание, войдя в состав учредителей Росконтракта. То есть, они в уставный фонд внесли это здание вместе с нами. Вы говорите еще о чем-то. То есть, обремененное здание передали. После чего, Министерство имущественных отношений стало совладельцем этого Росконтракта, а теперь они говорят, что, ух ты, боже мой, какое удивление у нас. Вы представляете, оно теперь стало собственностью Росконтракта. Это здание. Они этого не знали. Короче говоря, значит, вот оно сейчас уже в собственности. Мы, наверное, с этим зданием не сможем ничего сделать. Так что, ради Бога, так сказать, мы, может быть, какое-то новое помещение вам подыщем. Но они в шоке. Вот это радует. Я надеюсь, что этот шок мы им продлим до того момента, пока нам это помещение либо вернут, либо новое представят лучше, чем было. Но будем стараться. Это что касается этого. Ну, а что касается, вернемся, так сказать, к нашим баранам, этой доски блоков. Если хотите, значит, то я вам сейчас зачту то письмо, которое мы направили в ответ на их предложение нашего финансирования. Уважаемый Антон Николаевич, в Союз, это, что сказать, ответ Маркову для правительства Санкт-Петербурга, в Союз литератур России обратилась инициативная группа деятелей культуры Санкт-Петербурга и Москвы с просьбой о поддержке их предложения об установке на фасаде номер, дома номер 9 по улице Малой Монетной Петроградского района города Санкт-Петербурга, где проживал Александр Блок, памятные доски приуроченной к 130-летию поэта. Появление мемориальной доски вписанной в государственную социальную программу по развитию культуры и образования в области культурного населения населения России и в первую очередь молодежи. Нами принято решение поддержать инициативу деятелей культуры города Санкт-Петербурга и Москвы Союз литераторов России готов оказать содействие в поиске инвесторов в целях финансирования работ по проектированию изготовления установки эксплуатации по следующему ремонту и реставрации мемориальной доски. На основании вышеизложенного Союза литераторов России просит вас одобрить инициативу деятелей культуры городов Санкт-Петербурга и Москвы и выдать разрешение на установку мемориальной доски в соответствии с пунктом 22-м постановления правительства Санкт-Петербурга от 17 января 2005 года номер 2 о мемориальной доске. И как приложение мы приложили эскиз мемориальной доски, копии листов из литературно-исторических изданий с описанием квартиры блока по адресу Малая Монетная дом 9 квартир 27 копии денежных знаков нет копии устава Союза литераторов России вот таким образом мы ответили на их предложение помещение и за доску я надеюсь что и расстав будет в помещении и при нашей жизни да, хорошо а будем собрать мы будем жить долго когда вы откроете альманах вы увидите пикет молчания несколько лет назад мы вышли заклейку рты скотча к зданию Росконтракта организовал этот пикет молчания Дмитрий Кулиров я ему предоставляю слово я не знаю будет он петь о Росконтракте он будет молчать молчаливый Дмитрий Кулиров молчаливый скотча по Один мой знакомый бросает жену, Детишкам сказал, что летит на луну. И дети вторую неделю подряд Подолгу в вечернее небо глядят. Им в небе мерещится лунный ландшафт, И в желтом скафандре лихой космонавт. Он ходит, карабкаясь на волны, И машет рукой с далекой луны. А тот космонавт не бывал на луне, Сидит он на дне, удавая в вине. И переживает, что бросил жену, И воет, и лает в окно на луну. Его утешает чужая жена, Которую тоже сломала луна. Она ему лунные песни поет, И лунному мальчику спать нет. А там в небесах, в наплывающей мегле, Летает разлука на лунной метле. Луной ослепляя любимых людей, Мужчин оставляя без жены детей. А дети не спят, дети верят и ждут, Что долг полуна диков с неба сойдут. И от телевизора ждут новостей, Все больше похоже на лунных детей. Девочка уронила денежку, Дядечка уронила денежку, Бабушка все это увидела, И, быстро сделав выводы, Собрала себе денежку. Это очень обидела девочку, Она вырвала клюшку у бабушки. Говорит, да давай мою денежку, А то быстро отправлю к вам бабушке. Испугалась корушка полезная, Побежала в припрыжку по улице, А за ней попуткой железную Зашагала свирепая девочка, А загнала ее в угол под лавочко. Никуда он старухой не денежно, А старушка кричит, повелелася, Хочешь, ешь, хочешь, ешь, выпивай меня, А только я не отдам тебе денежку. Подошел к ним товарищ вздевающий, Мне с утра говорит на работу плен, Разобрался в вопросе по-быстрому, Дал обеим по двадцать пять долларов, Чтобы только они убирались, Под окошками плен не шатались, А не то он подключит подельничков, И они всех отправят к бабушке. И девочка пошла под ручку с бабушкой, И мой дядечка с розинкой у варишкой, А потом под другими окошками Девочка, девочка, девочка уронила денежку. И с тех пор так у них все и водится, Каждый вечер они хороводятся, Под окошками громко ругаются, А жильцы в них деньгами кидаются. И лишь дядька с розинутой варишкой, Ходит следом, все что-то стремается, Объяснить им чего-то пытается, И не может закрыть свою воржу. И не может закрыть свою воружу. А кстати, в 2006 году у нас вышел армонах Вектор творчества 40 до 40, Где были опубликованы Стасия Дорина И Ева Суглобова. А Ева Суглобова пришла сегодня? Обещали. У нее вечер сегодня, профессиональный. Нет, мне она хотела ее приехать. Так, это относится к традиционным встречам Народных Гномов на Большом Черкасском. Все хорошо знают это здание, Уже оно такое свое, Очень теплое для нас. И поэтому хотелось бы сказать слова благодарности Руководству Народным Гномов В Большом Черкасском переулке И лично Владимиру Федоровичу Камчатову И Александру Олеговичу Антоненко, Буквально приютившим нас 11 лет назад. После того, как мы рейдерским захватом Союз Литераторов лишили помещения на сущевке, Мы не растворились в воздухе, Мы искали выход. Несколько лет имели возможность Собираться в музеях меценатов И благотворителей на Донской. Бесплатно. Раз в неделю. Пока на коробство не смелелось. Но опять не пропали. Директор музея наивного искусства Владимир Ильич Грозин Дал возможность посоветом Собираться в небольшом, Но стильном помещении Рядом с Митронами Гиреева. Также безденежно. Как и улица. А с марта 1999 года Почти каждую среду Мы приходим в конференц-зал Народного дома. Есть, несмотря ни на что, Люди, понимающие, Что помогать российской культуре Необходимо. Люди бесхорыстные, Радеющие островя, которые живут, Которые своих детей воспитывают. Спасибо вам, Что поддержали Совет Литераторов Трудные, но и счастливые годы. Мы можем заниматься тем, Чему предназначен. Там у нас указано 2008 год. Начало. Первое. Это Галина Ерофеева. Представила книги Венедит и Ерофей Записные книжки. Книга первая, вторая. И почитала избранные места Из них это Венедит и Ерофеева. Доклад Сергея Лябова Восток литературе и философии Серебряного века. Знакомство с новыми Поэтическими книгами. Ольга Корулина Семена света Инна Львковская Свет осенний Людмила Колодяжная Что остается После Жизни По-моему все Сегодня здесь Проводясь Мы не делаем Лето Преводили Тоже Хорошо Февраль Презентация Поэтических книг Валерий Шапира Исход Олег Солдатов Басни Работа над Поэтическими Переводами Боб Дилан Очень интересно Секция Новая книга Михаил Голохов Предложил на обсуждение Издательскую программу На 2008-2005 год Презентация книги Анны Виклугиной Человеколюбия Устриц Встреча с литературоведом Владимиром Глянцевым Книга Гоголь и Апокалипсис Март Ирина Бакратион Мухранелли Доклад Для дружбы Был как выстрел Разбужен Вопросы Под отношением Мандерштама К памяти Манилева Просто хочется Чтобы все знали Что происходит По средам Когда мы Собираемся В народном доме А собираемся Мы не только В народном доме Еще хочется вспомнить Что было 10 лет назад В 2000 году Мы объявили Международный Политический конкурс И через 3 года Была выпущена книжка Музыка стиха Об этом есть все В Лимонарке А победителем конкурса Стала Наталья Ванхана Так что мы попросим Наталью Она сегодня Специально Освободилась От всех Очень сложных дел Пришла В свой союз Литераторов И мы просим Почитать ее Стихи А Ашни Не вышел В финал Число Внутри Почитать ее Победуешь Ну что делать Да На втором месте Были Курилов Наталья Раскова И не только Члены сайта Литератора Повыше Можно Дай Четыре строчки Клок шерсти Клок сенца Клок дыма Под луной Паршивая овца Глядит на мир На долг земной А долг Широк и гол И грустен Без конца Паршивая овца Паршивая овца А это стихотворение Называется Академическая история Собаки Собака это Но едва ли Мы так заглянем далеко Посла овец И ей давали Овечьий сыр И молоко Она племени родила Теперь не так Теперь не то И у колбасного отдела Собака жмется Без пальто И продавщица Тетя Жура Снимая окерок С крюка Дает ей Вдумчиво И хмура Интеллигентного Пинка Гогочут Глупые затрапы Никто не хочет Ей помочь И жалко Растопырев лапы Собака Вылетает прочь Под этот Желтый И зеленый Безумный Времени Разбег Под этот Сонный 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 Ее Запорошивший Снег Ей снится Хлеб Где сыр На палец И в отдаленье Вдалеке Мохнатый друг Неандерталец Сдолбленный Низкую В руке Пикник Соцветия сирени Горячий дух Из тьмы Уходят люди тени Пока Копируем мы Взбивается Шутихо Гремит Вдали Состав Уходят Люди Тихо Ни слова Не сказав Такую Желоб Сдачи В вечерний Поздний Час С дороги Не иначе А глянутся На нас Запомнят В хвойной Раме Мангалов Нежный Дым Где Все Мы За столами Бесплотные Сидим Спасибо Наташа Я не знаю Когда-нибудь Ты работала В школе И я тоже 7 месяцев А вот Светлана Артемова Она работает Уже много Много лет Мы хорошо знаем Ее поэзию В серии Визитной карточки Литератора Вышла ее Книжка Розовая Саше И мне хочется Чтобы Зауч Который Вырвался К нам Из школы Прочитала Сейчас Одно Стихотворение Как и Ревонтология Тем более Дочка Послушает Добрый вечер Очень Почетно Выступать В такие Аптики Уже Поставили Вновь Стихотворение Такое Наверное Шуточное Наверенным Временем Года Началом Учебного Года Преддверием Осеннего Дня Рождения Как-то Все вместе Так Совместилось Это Человек Осенний Раба Бесконечных Сомнений Враг Утренних Пробуждений Немного Художных Душек Я Человек Уюта Раба Уходящая Минута Враг Неизвестных Маршрутов Оратор И трагед В душе Я Человек Удач Я Знаю Как Много Значит В течение Обстоятельств Манят На Крутом Дираже Я Человек Цибричный Гуманный Но Время Циничный Все Встиснувши В рамки Прилич Но Боже А что В душ Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ Я Закончила МГПИ Имени Ленина Все еще Да Я тоже Имени Ленина А Просто МГПУ Без Ленина Ленина Убрали И была победителем Поэтического Конкурса Филфака МГПУ Так мы сейчас Называемся Да Многие члены Союза литераторов И в школах Работают И занимаются Профессионально Литературой И Кстати Являются Составителями Очень известных Альманахов Например Анна Гедемин Составитель Альманаха День поэзии И мне хочется Чтобы член нашего Союза Анна Гедемин Почитала Свои стихи Твой голос морозен В пору надеть тулуп Какого дьявола Растопи эти льдины Ну почему, почему, почему так глуп Самый умный и самый необходимый За что несчастье мое ты это все говоришь Тебя разлюбила придумать такие бреды Свобода кончилась на тебе Ты Париж, который стоит обедней К Парижу этому вел диковатый шлях Дорога жизни моей проложена негладко И теперь я требую, чтобы на Елисейских полях Были теплые летние сумерки без осадков Спасибо В международном конкурсе, о котором мы говорили Который проходил 10 лет назад Участвовала и Ольга Бибикова И она была тоже там опубликована Правда, Оля? Вот и маленькой книжечки Мы тогда только начинали Мы хотели бы послушать одно стихотворение Ольге Бибиковой Скучно Все вокруг одно и то же Это мне давно неинтересно Может, наслечать кому пальчик Или просто по затылку треснуть А может, молча разбежаться И взлететь в бессмысленном порывании Чтобы не светить, не отражаться А уйти в иное измерение Иероглифы прочтя Иероглифы Все понять Простите И возвратите Чтоб чужой души Настроив струны В их мелодию Не зря Поплотиться Спасибо Позвольте бибикова В начале 90-х В лихие 90-е Как сейчас говорят Начали выпускать Серию Визитная карточка И душой Этого выпуска Была Игила Вагурина Мне хочется, чтобы она тоже Она поэт Она издатель Хотела бы, чтобы она тоже Прочитала Одно из своих стихотворений К сожалению Некоторые поэты И Эргезди Микаркова Ушли И я прочитаю Стихотворение Каким образом С ним связано Жизнь растворяется В бледном осеннем небе Это блеклое небо Оседает На волосах Это Холодом просто поверила Из неплотно прикрытых дверей Это кто-то шагнул Кто-то стоит Это слышится все еще Не забудет ли Волосах Спасибо Мы сглубновили эту серию Правда, немножко по другим названиям Визитная карточка литератора И вот совсем недавно Вышла книжка Марии Мироновой Она с таким сложным названием Я хочу, чтобы Маша Есть книжка с собой, да? Да, сейчас Мы этого не планировали Но хотелось бы, чтобы Маша показала и книжку Которую совсем недавно Из типографии И прочитала Похоте стихотворение За три книжки Вот эта книга Я очень благодарна Издателю Изоткан Салтинга Евгению Степанову А благодарна Диме Семчугу Евгению Довыброва За эту книгу И не хочу Прочитать одну стихотворение Которую называется Опасность красотой Уборства до дна Опасность красотой Уборства до дна И разлинать ее Под длубных откровений Из толще тщетных слов Волшебная страна Правляют Веренами Растворенного Денья Блаженство Там Денящая Осана Но не смышленшие Ты знания Назначают И знания Сытые Искусными Речами Сворачивает Кольцами Очами Их опыт Будущих Падений И осан И мир Вредет На помощях Последу Прощупывая Совершенство Змея Кто красоты Беспечной Оборки Мостам Сценическим Скупает На опоры Пуглив ли Моцарт Если запретил Свои гармонии Родения С медузой Но красоте Открыты Краткие пути Где истинный Прямой Приходится идти Чтобы спасенный В сердце Божий Брех Не сузил Спасибо Я не ломала Своей книжкой Я открываю Армонат Антология Одного стихотворения Все Мы свое Обринчать Выдурю Звон Свою медь Что остается Молчание Не о чем Больше Триндеть Евгений Степанов Генеральный директор Издательства Места Консалса Человек Который Похудел На 30 Килограмм Что мне хочется сказать Член нашего управления Мало того Что мы выпускаем Альманаки Газету Мол Разные книжки Он нас тянул Еще в две авантюры Во-первых Это читальный зал А во-вторых Это газета Литературные известия Пусть отвечает Спасибо Спасибо Ниночка Спасибо Дима Действительно Эти авантюры Осуществились И вот уже Почти год Газета Литературные известия Выходит В еженедельном Режиме Не все Выпуски Печатные В основном Это Интернет-персия Но есть И Печатные выпуски То есть Где-то раз в месяц Газета Выходит В печатном виде Где публикуются Члены Союза Литераторов В том числе Многие поэты Прозаики Поэтическую рубрику Ведет Наталья Рожкова Которая представляет Поэтов Нашего Союза Я должен с радостью Сказать Что Проект Развивается И Если Все Будет нормально Так Как мы задумали То мы Увеличим Печатный тираж И со Следующего Года При поддержке Министерства Иностранных дел И федерального Агентства Россотрудничества Мы будем Распространять Нашу газету Во всех Представительствах Россотрудничества За рубежом В Доме науки В Берлине В Ленице В Париже В Мадриде Буквально Два дня назад Я провел Презентацию Одной Из книг И нашей газеты В Мадриде Где присутствовал Нашу И руководитель Росотрудничества В Испании И газета Нужна Она Очень хорошо Воспринимается И здесь И за рубежом Поэтому Двери Редакции Открыты Интернет Версия Многим Знакома И всегда Можно найти Электронный адрес По которому Я прислала Ваше произведение Другой проект О котором Рассказала Нина Давыдова Это Действительно Очень большой Интернет Портал Под названием Читальный зал Вы знаете Что существует Портал Под названием Журнальный зал Который объединяет Толстые литературные Журналы Такие как Новый мир Октябрь Дружба народа Иностранная литература Мы сделали Более широкий Портал Мы объединили Не только Толстые журналы Но и газеты Книги небольших издательств Включили В этот портал Художественные Журналы Этот проект Можно сказать Вызрел В недрах Союза литераторов Создавали мы его И создаем сейчас Вместе с Арсеном Мелитоми И с другими членами Правления Союза литераторов Должен сказать Что Портал оказался Очень востребованным Практически Каждую неделю К нам Вступают Новые журналы Вот недавно Буквально Позавчера Пришла заявка От журнала Имей берега Который выходит В Финляндии Альманах из Исраиля Иерусалимский Вестник Нам вступил Газета книжная Обозрение Крупнейший Толстый Журнал Который выходит В Красноярске Который создавал Виктор Петрович Астафьев День и ночь Этот журнал Также ходит В портал Журнальный зал То есть Под эгидой Союза Литераторов Происходит Реальное Объединение Литературы Произошла Парадоксальная Ситуация Не имея Ничего Союз Литераторов Имеет Все А что он имеет Он имеет Идеи Он имеет Талантливые Кадры Он имеет Проекты И тем самым Продвигает Русскую Литературу Как живут Союзы Писатели Они сдают Свои здания За эти деньги Что-то Пытаются Делать Вот У Союза Литераторов Повторю Нет пока Здания Но есть Энтузиазм Есть Энергия Есть Подвижничество Служение Русской Изящной Словесности А наше Скромное Издательство Всегда Умело Своих Скромных Сил Будет Союзу Литераторов Помогать Спасибо А вот Если Союз Литераторов Здания Получат Или Лучше Продолжать Творческий Действий Получат Получат Спасибо Неспоко У нас Есть Такой Раздел Вы Увидите В Лимонаке Это Пространство Общения Нужны Творческие Союзы И Мне Хочется Чтобы Борис Якубович Несколько Фрагментов Из Этого Раздела Прочитал Зачем Вообще Нужны И Нужны Творческие Союзы Отзывы О нашем Союзе Из Других Редионов Давайте Послушаем Борис Якубович Несколько Здесь будет имен Которые В общем-то У всех Не смутны И так Что же Пространство Общения Творческого Союза И Игорь Игорь Харьков Во времена Советского Союза Принадежность К официальному Творчеству Оттенения Союз Писателей СССР Судожников СССР Бывал Очень Много Для людей Пишущих Прежде всего Это Возможность Публикаться Члены Советского Союза Проще Было Публиковать Книги Да и Гонорары Для Членов Были Высшие Многое Зависело От попадания Вагон Включенным В круг Призмах Попадали Командировки Сключу А по Союзу А потом Согранились Довольно Многие Постоянно Ездили В справочные Сутического Лагеря А избраны Даже Кострад А еще Светили Хорошие Пеликлиники Больницы Кутерки Санатории Дома отдыха Просторные Квартиры Писательские Дома Дачи Умеются Проведения Награды Которые Влекли За собой Дальнейшее Улучшение Условий Приглашение На важные Коинские Мероприятия Новые Поездки За границу И Конечно Самый Главный Монок Громадные Тиражи Книг Которые С детства Часто Меросуковые Годоны Все Это Ушло В прошло Теперь Союзы Объединяющие Писатели И Художников Не Могут Огаривать Своих Членов Материальные Долго И Должны Ибо Это Общественное Объединение Существующие Отдели На Класть И Непризванные Выполнять Задачу Держать Везде Писателей К Модорных Ряникам Добиваясь От Их Поминовения И Верности Идеалам Еще Одна Фамилия Владимир Новиков В Без Бремения 90-х Союз Литераторов Для Очень Многих Творческих Людей Стал Настоящим Якорем Спасения Вступать Или Не Вступать В Такого Вопроса Даже Нет Его Атмосфера Помогла Сохранить Надежду На Наступление Нового Более Благоприятного Время Остается Только Пожелать Чтобы Союз Литераторов Сохранил Избранный Пуст И Укрепил Авторитет Как Сотрудие Таланты Еще Одна Аминь Алексей Градицкий Может Здесь Всегда Увы Такое Ощущение Увито В Наш Продажный Век Трудно Найти Какой Нить Организации Здесь Нет Зависти Злости Не Грызот Бор Может Я Итали Зир Андрей Сегутин Сопредседатель Огненского Отделения Союза Литераторов Пресс Секретарь Международного Православного Киневского Фестиваля Встречи Наш Союз Действительно Прекрасен Сколько Талантливого Духовно Богатых Прозариков Поэтов Публицистов Под своим Крылом Наведения И даже Парагин Дарит Совместное Соборное Делание Нарословесной Ниги Куда Более Эффективно Чем Индивидуальная Литературная Деятельность А значит И вклад В развитие Отечественной Словесности Будет Неизмерен Больше Александр Варьев Пинцед Орловского Отделения Союза Литераторов Пресс Варьев Особенное Отношение К чатному Слову Книгу Здесь Всегда Ценение А создатели Его Уважали И не случайно Наш Небольшой Дуберковский Город Величает Третья Литературная Станица России В долгие Годы Только Час Скорочкой Союза Писателей Счат До Автора Все Остальные Так Мимо Пробегали И вот Все Стало На Своем Место 20 Лет Назад В Москве Подродился Союз Литераторов России А вскоре Некоторые Орловцы Стали гордо Величать Себе Литераторами Спасибо Вам Создатели Мы чувствуем Ваше Внимание Заботу У нас Есть Кому Поплакаться И Кому Похватиться Вы Дали Нам Возможность Чувствовать Себя Суставной Частью Нашего Огромного Сообщества Талант Белых Идем Борис Прочитал Нам Фрагмент Из Альмонад А Слават Асвартулин Сегодня Приехал Из Калуги Мы его Не видели Несколько лет Он уже Не возглавляет Калужское Отделение Перенес Серьезную Операцию Стал выглядеть Еще лучше Мы Рады Его Видеть И Слават Несколько слов Из Калуги Действительно Десять лет Из Этих Двадцати Которые Мы сегодня Празднуем Я руководил Калужской Областной Организацией Литераторов И Бодался С Калужской Властью Которые Ну На пушечный Выстрел Не подпускают Бюджет Литераторов Все наши Бесчисленные Общения Все вот так Вот И Это было Очень трудное Время Только Моральная Поддержка Литераторов Из Москвы Нас Поддерживала А так Голый Энтузиазм И Подвиженство И вот На этом пути Мы все-таки Добились Того Что Государственный Архив С новейшей Истории Заметил Удивился И обратился К нам А социальной Просьбой Завести Наш Личный Сайт Калужской Литераторов В архиве Государственном И мы Туда Десятка Полтора Значит Килограммов Сдали И своих Трудов И публикации О нас Действительно Мы гремели Это без Беспривлечения Значит Ну В конце Концов Я все-таки Надорвался Подарство Сластью Потому Что Она у нас Такая Что Ну Прямо Ну Во главе Стоит Деревенщина По Глупей Несаре В сути Человек Деревенщина Литературу Не понимает Не признает Что Говорить О нас Калужской Области Жили Творили Писали Значит Толстой Достоевский Чехов Гокры А Литературного Музея Нет Целой Области Нет Литературного Музея Вот Здесь Приятно Мне Моя Душа Извините За Вражение Кайфрует И общаюсь С литераторами Это Ну Логично Это Правильно И Это Дает На Денежду А вот В Галуге И в области Мы Это Не можем Себе Подволить Там Вообще Нет Литературного Музея Несмотря На то Что Жили Творили Титаны Признавали Ну Во всем Веря Чего Там Можно Оживых В общем Я Надорвался Инфаркт 2005 2006 Операция Ну И от Руководство Я Естественно Отошел Но И устав Понял Понял Что В Калужской Области Никогда При нынешней Власти Значит Литературу Продержки Не будет Иметь Я Сделал Готканем Значит Стал Еще И Оставаясь Членом Совета Литературы И по Сегодня Я Стал Членом Совета Писателей Легушкостана Это Вот Как Небо И земля Разница Отношения К литературе Во-первых В Республике Легушкостан Десяток Толстых Журналов И Каждый Пой Писатель Может Опубликовать А Часть Из них Прямо Работает Редакция Получая Зарплату Вот Во-вторых Во-вторых Они Сохранили Три Государственного Издательства Я Совсем Не Против Того Что Существует Частное Но Должны Быть И Государственные Пока Существует Государство У Каждого Государства Есть Свои Интересы И Кто Ты Их Должен Как Болит Свои Интересы Массы Государственные И Таким Путем Пусть Идет Соревнование Государственного Частного А почему Напрочь Как вы Руковод Существует Ни одного Государственного Взятия И у Многих Соседних Областей За Исключением Орла Тоже Нет Значит Это Ненормально И Понимаете Вот Просто Нехорошо Будет Как будто Я Хвастаюсь Но Я Хочу Не Это Донести Вот Я стал Членом Союза Писателей Ваш Краснодар И там Три Моих Самых Серьезных Книги Одна Другая Толще Две Документально-исторических Одна Научно-экономическая Даже Такая Специальная Как Специфическая Экономическая Безопасность Страны Четыре Страны Были Изданы Причем Изданы С гонораром Как положено И Как И Результат Значит Три Муниципалитета Выпустили Личные Мои Мои Ну Библиографии Один за Другим Да Заканчиваю Вот И Мы И Как Сыщий Результат Меня Включили Двиниц Клабири Как Писателя Вот Это Вот Такое Отношение Нормальное А не так Что Мы Сегодня Раскем Не Благодаря А Вопреки А Вопреки Она Вот Так Вот Может И Не Так Вырасти Совсем Но Все равно Я Поздравляю Союз Редераторов Главные Руководители Его Которые Самые Вот Эти Тяжелейшие Годы Все 20 лет Наверное Они Тяжелые Что Соединили Вдохновили Людей И Нам На месте Там Еще тяжелее И Без Вашей Вот Этой Моральной Поддержки Вы Там Наверное Не Вышли Спасибо Ну Есть Предложение Принять Союз Писателей Божьих Картастана Почетным Членом Союза Литераторов России Против Никто Никто Значит Мы Решили У Еще Еще Один Подарок Еще Одно Поздравление От Фонда Спивакова У Нас Сегодня В гостях Никита Коварев Фортепиано Никита 14 лет Ученик 1 класса Центральной Музыкальной Школы Трижды Лауреат Первых Премий На международных Конкурсах В Италии Сан-Фортоломел Франции Париж Россия Руза Лауреат Международного Конкурса Композиторов Грозно Белоруссия А Исполнить Никита Сегодня Скрябель Не столько За льбом И Хочет Ляна Так Никита Ковалев Подарок АПЛОДИСМЕНТЫ Грозно АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Грозно АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Грозно АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я хочу подарить самую тяжелую книгу, которую вы выėли. Она весит почти... АПЛОДИСМЕНТЫ К тебе успехов, удачи. Мы еще будем тебя видеть и слышать. Никита Ковалев, запомни мою книгу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мы хотим поздравить членов нашего союза Тони Егорова с законным братом. Мы хотим поздравить Ксению Родионову с рождением ребенка. Пацан, кто родился? Сколько сейчас? Килограмм. Представляете? Она пришла к нам. А, Стан, по-моему, стихотворение прочитаешь нам? Дадите шпаргалку. Шпаргалку? Ладно, через некоторое время я тебе дам шпаргалку. Мне хочется сказать, что вот в нашем альманахе написано много об акции Архнадзора, об акции в Царицыне. И в этой акции участвовали Наталья Шмелькова, Галина Ерофеева и многие-многие другие. Мне хочется, Галине Анатольевне, задать вопрос. Как сейчас обстоят дела с Царицыно? Есть ли какие-нибудь подвижки или все так же? Там все сравняли с землей, как и везде в Москве. Даже вырубили кусты жасмина, которые целее тогда были. А фундамент? Все в одной. Это фундамент дачи Муромцевой Гуни, Гуни, Муромцевой Гуни. Все в одной. Там не оставили камни на камни. Акупация немецкая акупация. Акупация самая настоящая. Но все равно будем надеяться. Ну, я даже не знаю, на что может надеяться в этой статье. Я хочу прочитать буквально маленький фрагмент, что мы сначала присутствовали на акции в защиту 23 октября 2009 года. Совсем недавно это было. Через два с половиной месяца союз литераторов принял участие в марафоне на пепелище подожженной дачи. Было минус 23 градуса. И приехали Галина Ерофеева, Наталья Шулькова, Лев Алабин, Иосиф Рубинович, Потап Могутов, Олег Челаб. И они выступали в защиту этой дачи. Я хочу сказать, что с Потапом Могутовым мы познакомились как раз на этой даче во время одной из акций, которая была в октябре. Он стал членом нашего союза и он написал несколько песен о Москве. Потап Могутов. Архитектор. Как раз это было написано во время всех этих событий, перед тем, как мы сожгли эту дачу, или уже говорили вместе с людьми, потом убили собаку с дышкой дачи. Ну, в общем, по вот этим всем событиям написалось по произведению таких. Первое называется «Московский рост». Я встречаю московский рост. Новый день в суете настает. В дайке серых туч силуэт застывает от всех небосвод. Здравствуй, здравствуй, родная Москва! Что не выспалась, хмуро глядишь. Ночью нынче тебе не до сна Позабыта московская дичь. Новостроек плотнее леды, Небоскребы скрипут небосклонно. Потихонечку душу Москвы Убивает железобетон Переволков твоих и дворов Тем, кто любит тебя не узнать И купеческих старых домов Поведила кирпичная рать. Прежде тоже никто не щадил На древних улиц За победною были. Все же на место, блин, приходил Императорский вычурный стиль У сегодняшних властных мужей Экскаваторный стиль в голове Я обращаюсь с Москвой моей Может, свидимся снова во сне Я обращаюсь с Москвой моей Может, свидимся снова во сне Видно произведение Есенина «Москва» Я люблю этот город Вязевый Люблю этот город Вязевый И вот по Есенинскому мотиву Как-то раз мы являли Богу Есенину Но был написан год назад Но все это лучше Я любил этот город Вязевый Но разрушен он скук и прах Молодая и наглая Азия Поселилась в своего двора Где Есенин когда-то брать нечет Казаков этих нет давно Там бандиты с ведьможами вашими Словно стих, где не жгут казино А ну а зори московские шины Не бывает в Москве тишины Проститутки стихи не слушают Да никому стихи не нужны Где ж ты город цветущий вязевый Вязы все под топор пошли Круговой порогой связаны Дровосеки и лесники По кусочкам камня по кирпичикам Разломали мой город родной Новоделы и лиха наличкали И назвали все это москвой Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я думаю понятно уже Мы рассказываем об Альманахе Понятно почему История своих литераторов Называется противостояние Когда вы откроете Альманах Вы увидите именно это название Противостояние было разным И вот мне хочется Представить еще одну рубрику Она называется И другие Мы впервые написали об СКО Мы будем еще об этом рассказывать Просто обратите внимание На эту интересную организацию Которая существовала И продолжает существовать сейчас Они написаны в нашем Альманахе И в этом же разделе Есть статья Игоря Чубайса «Сможешь выйти на площадь» История одного протеста Игорь, времени немного Но Игорь Чубайс В 1968 году Вышел с плавой Чехословакии На площадь Одессы Я не думаю, что я так впишусь в контекст Но ведь у нас какой-то особый Союз писателей Союз литераторов в России Если бы это было в другой стране В другое время Ну кто бы рассказывал о бюрократии Кто бы рассказывал о здании Которые украли помещения Ну вот у нас такая специфическая история Она проходит вот через весь 20-й век Поэтому неудивительно когда-то Как вы все знаете У Анны Ахматовой спросили Которая ставила в очередь в кресты Для того, чтобы передачу принести сыну У нее спросили Вы можете это описать? Она сказала Да, не могу И написала реквием В котором известны строки Перед этим горем гнутся горы Не бежит великая река И вот это все продолжается Это в какой-то мере Это сегодня в другой форме Исчезает Москва Много чего исчезает Но надо держаться Поэтому я вот и написал о том Как действительно в 68-м году 21-го августа была оккупация А 24-го я вышел на площадь И орал не своим голосом Вон оккупантующий в Савраке И как-то уцелел Но все это вот там обеспечилось Получилось Но все это продолжается Я думаю, что Союз литературы будет И дальше успешно работать И в следующие 20 лет В нашей истории Мы точно должны Вести порядок России В России И зато просто ничего не получится Так что готовьтесь АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Очень интересно Что вот в этой публикации Игорь пишет Как страшно было идти одному По площади В 68-м году С чехословацким флагом Обязательно почитайте Вдвоем будет А с подробными 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 Это в тексте Да Это интересно почитать Вы знаете Ксения пришла Мы давно ее не видели Антология одного стихотворения Подборку Сделал Дмитрий Цисельчук Мы сейчас открыли И там написано В стихотворении Ксении Которые Дима отобрал О сыне Мы боже потрясены Оксан Начни пожалуйста Чтение антологии Потом Наташа Будет это вести В стихотворении На стихотворении Писалось Когда у меня был Только один сын Ставший А сейчас у меня Просто их два Теперь Большой и маленький Лучше всего пишется Когда мозги затуманены Когда уже еле дышится От тяжкого Когда глаза Закарбонутся Смешает с собой Этой строчки Когда это С белой и вишней Протянет тебе Мой сыночек АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ничего просто так не бывает В этом мире Мы тебе дарим Альбонат И Наталья Рашкова Начинает Представлять Членов антологии А это я хочу Передать Член нашего союза Миша Волохова Выпустил Мишу Книжку Книжку АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое Замечательные книжки Спасибо Наталья Рашкова Спасибо Спасибо Этот Армонат Недавно будет писать В российской деловой библиотеке Очень понравился И мне сказали Вот мы прочитали Рубрику Антологии одного стихотворения Какие у вас разные авторы Они могли бы быть опубликованы В журнале Орион Это только у нас Вот так Есть действительно Авторы разные Но они не только разные Они все-таки и хорошие Вот Поэтому вот Открываем эту рубрику Вот я думаю Что Дмитрий Юрьевич Наверное будет у нас пальцы Да как Самый Самый Главный Вот Поэтому начнем Юрий Проскуяков Есть? Нет Марианка Вашилова Нет Татьяна Граус Что ж то никого нет Что это такое Обычно авторы Пока сами не почитают Никуда не уходит Евгений В. Харитонов Что такое Так Алла Козырева Так Но зато Вот я вижу Что Ирина Арталонова Абсолютно точно здесь присутствует Пожалуйста Да что ж то такое то а? Не до сих Сегодня перемена погоды Поэтому тяжело Так ну просто остальные Вот уже Ну банцировой Людмилы нету Да? Из Рязани Так Юрий Бачков Ну Ну Олечка Да Александр Олейников Не может быть Что бы ему не было Александр Воловик Не мог уйти Не мог Видимо его Ещё Александр Вы телевизор Вот мы читаем Ну Желательно да Но можно и Что-то Можно Вот Называются Штуки Стихотворение Не анекдот Не излияние И Не глюк Не чувство в половоде Наоборот Это Упорядоченный Набор Штук Да Пояснение Кто-то попал В первую очередь Для себя Штука То что летает над Паду Помкая И тропя Штуки первичные Как слово То сказанное О чём Кому Ну а про что они? Не про что Светка прольёт Ни в какую тьму Каждая Абсолютно чиста Как Эталон Или ориентир Это Кристальная Красота Она Никогда Не спасает мир Штука за Штукой Свой звон Штрих Вносят Поштучно И вот Вдруг Выкристаллизовывается Стих То есть Упорядоченный Набор Штук Аплодис Спасибо Аплодис Я Совсем Свежее прочту Я две недели назад Вернулся из Китая И там В этой поездке Мне удалось Последить город Ханчжоу И Часто Побывать Даже Проплыть Немножко По знаменитому озеру Сиху Которое Было Воспект Весчисленных Китайских Поэтов Это Стихотворение Посвящено Двум Самым Великим Это Которые Были Великие Поэты Они Были В свое время Губернаторами Один Это Зуи Он Построил Дамбу На этом озере С Таким Горбатым Мостиком А второе Это Суши Который Жил В 11 веке Он В эпоху Сумы У него был Итерационный псевдоним Судун-по Суд с Восточного Склона Горы А он Построил Дамбу А еще По его эскизам Делали Три Паганы Они Небольшие Украшают Китайскую Культуру В один Гюань Створение Вот такое Тихо-тихо Над озером Сиху Проплывет Половинка Луны За зеркальной Луной Залюбуется Словно Белую Рыбу Бесхвостую Губернатор Горбат Столете Я плыву Не замечаю Как тихонько Ему Подпеваю Тихо-тихо Над озером Сиху Аплодисмент 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 Два Владимира Новиков Один Это Филолог А другой Поэт Поэта Я Увидела Сегодня Владимир Новиков Пожалуйста Я Тихо-тихо Достаточно Не так уж давно Но вот Первый сектор Написал Где-то В конце 96-го А Ну Хочу Израил Потому Что Гармонирует С погодой Оно немножко наивное Конечно Потому что я только Начал писать В то время Называется Осенний Эдюк Буря Всюной спушевала По крыше Зелезом Гремя Последние Листья Срывала Во враге Потоки Стойня Под утро Лохмотними рвания По небу неслись Лога Угрюмо Чернели Елали И Стали Блестела Рега Сияние Дня Предвещая Восток Полыхнул Багрицом Торжественно Роща Нагаль Стояла Перед Сокном Жених Бел 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 Закран Бел 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 сухие листы я вижу отсутствует и валерий ковалевский но зато есть авторы здесь опубликованы в этой рубрике авторы которые памятны своими филологическими историческими исследованиями это геннадий готовцы вот они все точно здесь есть поэтому мы начнем с ладимир глянца пожалуйста владимир глянца еще опубликовано замечательное воспоминание магистрали почитайте в этом же альманахи это вписывается в концепцию противостояния особенно интересно обещали патронов кто это задаял там сам ну ну очень период я творение 71 года просто не было возможности как и в дальнейшем, и в дальних, и в дальних, и в дальних, и в дальних. Вот теперь. Вот всем сверху. Кровь истинный, стрелет в висок, Дрожь грянет, пропадет дыхание, Возумнается вновь, пойдут кругами слова, И явится на всем, Чистая грязочная, как первый близко клюда, И тая, и тая в себе опасность, Еще не понимая маязность, Причустя неблизкого плода, Конем крылатым вымахнет рая, Раскальт кулаешь и заржет, Садись и странствуй туда, Если являются пространством, Где Родина позовется. Моя. АПЛОДИСМЕНТЫ А что, так сказать, в поэзии, я просто прочитаю здесь несколько коротких стихов. Несколько? По одному. Немного. Я не знаю. Геннадий Александрович, по одному. У нас очень много поэтов. И все хотят... Одно? Ну хорошо, давайте. Что там за границей смерти? Рай Божий, безмолвие и ад. Гадайте, не верьте, не верьте, об этом давно говорят. Но хоть есть душа в нашем теле, куда же не деваться потом? Быть может, она в колыбели окажется в сердце чужом? Современно вырастет детка, но вряд ли пощупит он, Что вместе с генетикой предка другой душой наделен. А значит, ничто не конечное. И мысль людских любил, и жизнь, как Вселенная, вечно. А смерть – это лишь прощание. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Есть? И все в день. Хорошо. АПЛОДИСМЕНТЫ Он нахарули, да? Ну скажи… 8, 4… Нет, вам огромный вопрос. Я очень боюсь, что у меня здесь зала. Если я… Только ее могли бы… Конечно, с удовольствием. Вы знаете, очень люблю читать в жизни. Ольга пришла с собакой, и с собой помочь. А… А собака не рассердится что-то? Стихи хотя бы другой человек читает, нет? Любовь и разум. Любовь и разум – чудо-мирозвание, Гармония вселенной и души, Круг совершенства тот лишь завершит, Кто путь пройдет в великие созидания. Так пусть свобода, праведство и братство, И в сердце высший нравственный закон, И в верности незыблемый канон Составят наше вечное богатство. Любовь и разум – будто две колонны, Что держат звездный купол бытия. У них, где в совести всеведящий судья, Учение раскрывает посвященную. Любовь и разум правят колесницей, Что истину проносят сквозь века. Когда с рукой встречается ука, Даруется той истиной крупица. Собаку покажите. 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 Это стихотворение Юрия Манлеева. Можно я его почитаю? Ну да, поэтому мне это хочется. Люба идти по широкой и вольной дороге, Люба смотреть мне блуждающим духом в глаза. Бедные твари хотят ведь от жизни немного То, что оставит им точной смерти коса. Красное солнце, спускаясь, Не шлёт свои знаки, Старенький без заумилых картошки поёт, Пахнет ромашкой, за озером брешет собака, И невидимкою в небе плывёт самолёт. Всё же пора, не сложив свои шкуры у леса, И управляя сознанием вечным своим, Перенестись от грехов, от ромашек и воющих весов В дальние сферы, доступные силам иным. Татьяна Пацавина. Татьяна Павлович, Татьяна Павлович. Я чистые лирическое причитаю Молико стихов. Мы жили на даче, в пеле люди даче, Так мало что знают, так много что не лично. Жужжали за жизнь, жарко, жадно, Не жали, обижали, дружили и не уезжали. А пчёлы тонули, плакать нашмёт, Некоторые не верят, что это пройдёт. мы верили жадно, мы верили страстно, что жизнь бесконечна, добра и прекрасна. Сегодня я слушала спелые травы, и травы сказали, что мы были правы. Все знают, кто скрывается по псевдонимам Ахтур Ио, но он здесь, нет? Но его невозможно назоветь, поэтому, конечно, не на Дубовицкое. Нет, да? Вот, кстати говоря, недавно у нас летом прошла презентация, в библиотеке выступали наши авторы, в библиотеке имени Толстого, и вот там совершенно блистали Мария Панфилова, Татьяна Пацаева, Иосиф Рабинович и Марина Левина, в общем, много интересных наших авторов выступало, вот, мы так понравились, что до сих пор не забыли, мы тебя недавно, в этой библиотеке была. Иосиф Рабинович, пожалуйста. Продолжение следует. 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 Творчество И вдохновением задохнись дрожа Словно морозом дымных перелесков Кушет гортань неостудимый жар И кровь в висках отстукивает резко И никому такое не дано Судьба одним творцам предпочертала Достичь гармонии, ее познать и вновь Все упустить и все случайно Вроде бы Анна Котова и Алексей Сосна тоже, да, сегодня не посетили, да? У Котова и Дмитрий Наганал Вот, хорошо, ну значит, тогда у нас почти все авторы прочитали Ну тут у нас не только, кстати говоря, стихи, у нас тут и картинки красивые, вот такие красивые тут люди Анатолий Крутник из Германии И Евангелия Сгобова, и Дану Исламова, что он там у нас тут читает? Одну минуточку, тогда сейчас, Илья, одну секунду Просто мы немножечко передохнем И потом, я думаю, имеет смысл почитать тем, кто пришел сегодня, кого мы давно не видели Аркадий Пахомов и Марина Михеева, да, чтобы была такая возможность А так, чтобы немножко передохнуть от стихов Внимательно посмотрите на Артема Каверина Вот он нас снимает, да? В нашем альманахе, да, вот он машет ручкой В нашем альманахе он написал ужасное Он написал о том, что отныне бумажная литература никого не интересует И вот я хочу прочитать фрагмент, чтобы вы потом подошли и поговорили с Артемом Поспорили с ним Фрагменты Поддержали Прилищи любой работы притягивать Он работает притягиванием Будь то взламывание асфальта Или священно действие хирурга А если это рождение романа Прямо у тебя на глаза Кто сможет от него оторваться Увидеть сотворение мира Хоть даже литературного Стоит очень много Наблюдать, как рождается произведение Буква за буквой В тот же момент, как ее печатает автор И прожить всю жизнь романа Одновременно с автором От первой до последней строчки Вместе с ним не знать, что будет дальше Вместе с ним влюбляться в его героев Вместе с ним убивать их, принося в жертву Сюжетным обстоятельствам Технологически у Артема уже все готово Естественно, что новый формат потребует От настоящего литератора готовности Ко всем этим музам Число коих может быть легион Постоянно заглядывающих ему через плечо Так что у себя на живом ТВ Артем предлагает Писать стихи, литературовические работы Романы в реальном времени И желающие есть Если действует, то обращайтесь к коллеге А вот скажите, будет видно на живом ТВ Как у всех сейчас у нас Затаится дыхание Потому что сейчас выйдет Дмитрий Цисельчук Я помогу, чтобы Александр Сыров Как руководитель инициативной группы Спектр за все ответил Саша, прошу Как это стрелку-то беремен Давай, давай, давай Китай А вы задумаете А что вы? Китайцы виноваты Сыров, если вы хотите, я прочитаю ваши стихи Тут я не могу себе отказать Удовольствие придержать собачью тему И вот стишок о своей собачьей жизни Нет, не смешно Извините, что за мной был Без шишок Дома Глеба, все короткие Но по собакам Мне лезут В голову мыслишки Собачья жизнь не так плоха Когда в хозяйстве есть излишки Сосиски Или потроха Приятно жить на всем готовом И стол и дом Спи, да гуляй Потому что владеть не нужно словом Но если хочется Полай Супруге на покупку суда Мне нужно денежку копить Вставлять себе и тещу в зубы Ковы дрова И водку пить Что за латинки этой наркот? В чем ее радость и нужда? Чуть ласки Счастье пременада Секспорт собачи Дида А я миллион манипуляций Хозяйствою произвожу Большую кучу элементаций Покутно к небу возношу Кулинарию без понятий С досадой Маюсь в плиты На аниме Мужских занятий Дойдя до грубой простоты Готовлю Псическую бегу Тем, что получится Кормлю себя и толстую собаку С которой трапезы Затерю Стою и тупо наблюдаю Как животинка Этого живет А смысле жизни Не гадаю И так уже который год Себе Не забиваю Байки По моему станцию Кратаря Живу походу Ее собаки Да я считаю Ну здесь нет всего смога Но сегодня пришел к нам Аркадий Паком Мы можем попросить Его просить Что-нибудь из любимого Заветного Вот может петухов Прикол Он хотел Алене рассказать Свою Значит народная примета Веселая ночь Веселая ночь Это когда петухи Поют не на рассвете Как им положено А значительно раньше Весела была ночь Как в 12 часов Зазвонили Закричали Запели За что там еще Петухи Зашумели Откуда Сбурзуфали Сайли Донили Ах Как глянули Сволочи Сколько они Чепухи Намалоли Сердеж Мещут С ними В самом-то деле Не о них же Разбойник Как братца Писательные стихи Чачу Смели Во флягу Вина Уже пить Не хотели Не могли И шабаш Потому что Поют Петухи Я скажу тебе так Я бывал В переделках И знаю Что меня на Мекине Ты веришь Мне Не проведешь Но когда их Друзья В Севастополе В Бахчисарае В Судаке Черт возьми Подхватили То бросила В дрожь До сих пор Не пойму Что решит Для себя Мусульманин Уточнявший В нейтральных Маршрут Своего корабля Но ребята С погранки Прожектором Как по команде Принялись В перекрест Прибрежные Жечь Тополя Наше дело Не хитрое Пить Если пить До упора Я за друга Ручаюсь Но не был Мой друг Виноват Он стакан Отодвинул Шатаясь Прошел Коридором В нашу комнату И Не вникая В презренный Расклад Прямо В брюках Дырявых В своих Башмаках Несуразных В куртке Мало сказать Что дела Я ее плохи Плохи Словом Рухнул Как весть На кровать Мою С тем Чтобы сразу Все забыть И простить Потому что Поют Петухи Я не тронулся С места Я понял Как дружно Умели Как они Обожали Жить Просто До смертной Тоски Дай Послушаю Думаю Шут с ними В самом-то деле А они-то И рады Горлами Поют Дураки Спасибо Я видел Эктор Дима Чесноков Редкий гость Наисуй Помнит То есть Самые короткие Мой предок Называется Он был еще Не славянин Но стал уже Довольно славный Весьма примерный Семьян В семье Отнюдь Не моногамный Самая страшная Марина Посмотрит Зеркало И себя Не узнает Я не помню Ничего Но самая Короткая Если Называется Блин Горячий Блин Быхтел На сковородке Ты проглотил Его Или застрял Он в глотке Или обжег И глотку Язык Конец Один Он вглубь Тебя Проник Ксения Визитная карточка Летератора Не так давно Вышла книга Оливы Любимова Он здесь есть Или солдат Или солдат Но мне больше нравится Любимый Любимый солдат Там Я прочитаю Из подслушанного На улице Это короткая Да Поэтому Я быстро Все будет Благодарить К собачьей тему На рынке Продавщица Из мясного Ларька Зазывает Прохожих Есть Горяжья Область Для собаки У вас есть Собачка Возьмите Для собачки Мило спешит Мужичок Лицерак А ворчит Недовольный Сами Как собачки Спасибо Я чувствую Пора Что похож Наверное Мене почитать Вот А сейчас Будут Читать Стихи авторы Которые Не присутствуют В этой рубрике Антология Новости Творения Но тем не менее Часто выступают На наших Вечерах И публикуются В издании Союза Литераторов Литераторов Идания Слава Пожалуйста Активно участвовать В публикации стихотворения Это конечно Знаменательно Может быть и нужно Единственное Чем я могу Похвастаться За эти Путоды Которые Я активно Отсутствую На всяких Встречах Это Мои Свои 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 Однофамили Степанов Наконец Сделали Ниженародную Премию С награждением Не просто Медаль Чернобыльская Звезда Но и С финансовым Серьезным Разнаграждение За Действительное Отображение Реальных Событий Которые Были В 30-килолитровой Зоне И Ликвидация Ликвидации Той самой Беде Которая Была До сих Пор Соответственно Советское Время Там фигурирули Положительные Произведения Которые Естественно Говорили Очень хорошо О черновниках Которых Там Соответственно Чернобыльская Варь Не было Я Об этом Активно Говорю Потому Что Я член правительственной Комиссии Более того Миллион Двести Человек Через Меня Прошили Со С Долгой Нагрузкой Я Всех Знаю Поименно И Знаю Всех Лицо И Те Люди Которые Особенно В Центральном Округе Бывают На Всяких Собраниях Их Я Так Не Видил По Эти Причине С Владимиром Яковлевичем Степановым Мы Начали Эту Благотворную Работу Где Будем Говорить О Плохих Вещах Которые Многие Многие Для Того Чтобы Довести До Этого Состояния Авария Аварии Это Вещь Непрогнозируема А вот То Что Было После Аварии Когда Протачили Это Количество Людей Чтоб Чиновники Получили Ордена Вот Об Этого Можно Говорить Спокойно И Слава Богу Для Этого Сейчас Возможны Но Облахом Больше Не Будем Конечно Вспомним Естественно Так Как я Реагирую На события Которые Происходят С окружающей Средой Но Вот В таком Ключе Я Соответственно Знаю Последствия Какие Это Приведет К несчастью В латентном Периоде Скрытом Периоде Пятый Гарь Который Было Этим Нетом И Те Проблемы Которые Будут С легкими Со Приятных Отношений Я Средь Гарь Тебя Отыщу Даже Если Надет Распиратор Громко В дым Как смогу Промычу А ты Выползыш Как Абликатор Через Мрак Я на Солнце Взгляну Обнаружу Потухшую Точку Марву На Сплотнение Тяну Тебя На Руки Взял Словно Дочку И От ужаса Сильно Прижмусь Расцелую Соленой Плечей Кровавой Губой Улыбнусь Потеряв От восторга Тар Лечит И Приклеится Наши тела От жары Мы почти Что раздеты Ты осталась Как будто Цела Когда стены Асфальт Перегреты Нет Прически А эти Глаза Обесцветили Сильно Без краски Появилась На лбу Полоса Что с тобой Наделали Маски Руки Стали Худей Длинней Нет Загары Где твоя Стать Снял Я маску Самую Раскаре Ухажился Иду И искать Нет Вот тут у меня Один из наших Курпусков Прозы Тут опубликована Новелла Николая Одновского Месть Вампира Хочется Чтобы Николай Почитал стихи Он был финалистом Нашего Первого Литературного Курпуса Который Мы проводили Вашел Вольный Музык Родис Сейчас Я хочу Из этой Музыки Почитать Одно Сихотворение Курпус Я в недоделанное Время Мои Хорошие Живут Ношу В себе Эпохи Время Изумцем Радостным Слуг Пишу Людвигры Исанеты Русь Порицаем Матерясь А вы Даете мне Советы Не потерять С народом Связи Я не теряю Помню Божь Но Лира Нынче Не в чести Эпоха Бьет Меня породит И шевчет Ласково Прости Еще раз выйти Максиму Жуковскому Максиму Жуковскому Прошу Прошу У нас есть и Максим И Максим Жуков У нас есть И Максим Жуковский Опа да Вот кто Я бы выйдет Вот и Максим Жук Это сокращенный Вариант Максима Жукова Хороший Хороший Бежал Я бы ничего Надо всегда не брать Но Лежал Я вам Последний Бежал Я хочу Такое Наверное Продолжение Прозвучав Продолжение Сотки Поговорим О Фрейде Если она На пляже Ляжет К тебе Поближе Море Без шторма Гаже Лужи Навозной Жижи Шторм Это шелест Пены Продки Щипа Окурки В волнах Плывут Сирены Лезут В приборе Придурки Мысли В мозгу Нечетки Солнце Стоит В зените Даже Бутылку Водки В море Не охладите Кожа В коверных Линьки На телеграфной Феньке По телеграммной Синьке Мамочка Вышли Деньги Между пивной Направо И шашлыком Налево Можно засечь Сопрано Глупого Перепева Или эстрадной Дивы Или же Местной Леди Словно И впереди Вы Слышите То Что сзади Роясь В душевном Ссоре Словно В давнешних Сплетнях Даже Когда Не в ссоре С той Что Не из последних Сам за себя В ответе Перед людьми И богом Думаешь О билете Поезде И о многом Связанном В мыслях С домом Как о постельном Чистом В горле Не горе Комом Волны Встают Со свистом Море Простор Прибоя В небе Сиротство Тучки Нас здесь С тобою Твое Мне здесь С тобою Не лучше Теперь Эмоции Жуковские Я правильно Сказала? Да Я не видел А вон Жуковский Пусть Можно я не себя Чуть другое Обидеться Жуковский Пусть Я себя Треться Можно и да Я можно не себя Прочитаю Тодосевич Нет Тодосевич Все читают Не все Не все Наши новое С творением Еще 30 лет Так Стволы ломкие И безлистые Как соломинки Но смолистые Но суровые И возвышенные Ноги ровные И пудрик вышные Дивно стройные Стволы сдвоенные И построены Словно Время АПЛОДИСМЕНТЫ С большим откращением Максим Прочитал Свою струю Там Звук И Время Ну Может быть Кто-то Из гостей Хотел бы Прочесть Если Все Наши Читали Просто Здесь Сверху Прошу Не читал Себя Но все Других Читал Просим Просим Попросим Идите Этот Стрешок Он посвящается Всем Вам Поэру Вам Называется Собрату Он доверчиво Славе Навстречу летит Зорь кащурец От яркого Света Если Вдруг Признается В любви То Всего Лишь К себе Одному Не Пытайтесь Понять Безмятежную Душу Поэта Он Совсем Не Мятежен В своем Одиноком Дом Он С какой-то Планеты Конечно Не Помнит Название Где-то Плюхнулся Ходит Теперь Разираясь Средь Нас Угощайте Хводите Его Назначайте Свидание Не Забудьте Он Здесь Оказался Всего Лишь На час Можно Даже Чуть Чуть Поругать Если Он Не Естественно Сгонка Все Пытается Что-то Сказать Непонятно О чем И о ком Пожалейте Вы Видите Как Вы Похож На Ребенка Что В ближайшее Время Ошпарит Себя Кипятком Спасибо Аплодисменты А как она там Спряталась Марина Именно Тогда Блистала У нас Библиотеки Толстовской Здравствуйте Такое Многошаманское Стопровение И оно Наверное Посвящается Поэту С 70-х Сейчас С 70-х Кадров Сейчас С 80-х Сейчас С 80-х Мы опять Не попали В вечность Нам Отпущен Лимит Пятистопный Мы Алкали Такую Словесность Под Полой Торговали Стихами Положили Мы Силы Немало На Труды В нашу Мать Бесконечность Столько Грабли Нам Бы Отбивали Странно Мы Выжили Сами Наши Школьные Дойки Забылись О грехов Малолетних Обертки И обор Наших Строчек Вдывите Если Нас Не Отметила Вечность Если Нам 36 Типа Боли Если Мы Не Залкали От Счастья Отпустите Вы Нас Отпустите Наша Организация Московская МОК МОК Этому Волновится И Сейчас Наносим Два Среда Вердия И СССР И Когда Я Встретил В Министерстве Юстиции Он был Советником Министра И У меня Спросили Четыре Строчки И Вы Останете Из Квартиры Я Прочел Птица С коротким Синим Хвостом Села На МОК Чуть Посидела На Камень Пустой Вновь Камень Гол И Суть Была В том Чтобы Вы Не Тратили Свое Время Все Прочитать Очень Трудно Но Получили Общее Впечатление Что Это Такое У нас Впереди Еще Очень Много Будет Презентаций И В театральной Библиотеке И На Радио И Будет Презентация В гуманитарном Университете И В общем Много Много Всего Мы Расскажем Обо Все Мы Будем Приглашать Авторов С Какой То Определенной Темой А Закончить Хотелось Песней Потому Что Потап Не Зачехлил Гитару В отличие От Курилова Гитару И Жан И Получить Еще Но Уже Дальше Могут Зайти Как Такой Немнож Пусть Дальше Поехали А Зачем Поехали Совсем От Пусть А Другой Песня Такая Назовется От Диксена До Диксена От Диксена До Диксена Ребят На Самой Крупной Карте Дорог Не Найти Лишь Радио Сигналы Сквозь Белые Снега От Диксена До Дикси Дойдут До Вернука В Полярный Город Диксен Приехал Паренек Чтобы Сложить От Чизне Пол Света И Все Ему Дают Задание Садисты Самолет От Диксена До Дикси Свершишь Ты Перелет Ты В Полярный Дикси До 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 Документ Пожнее И Главнее Тебе Задание Нет Ведь Радиосигналам Нельзя Нам Доверять От Диксена До Дикси Тебя Хотим Послать Но От Дик Дивей И Дик 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 Между Диксоном и Дикси прервался в перелет. Он рухнул прямо в туру, взорвился он с утром. Но выбрался наружу, отважный паренек. И помня приказание с конвертом с вещмешком. Да, Диксона до Дикси отправился пешком. По радио из Диксона и в бешу срочно шли. И про конца секретного вопросы задают. А в Дикси отвечают, мол, нет, не прилетал. Между Диксоном и Дикси, наверное, пропал. Ну а враги услышали секретный разговор. Между Диксоном и Дикси был высажен шпион. Убить конца секретного и выкрасть документ. Для злобияния этого было жителем ответа. На паренек молодых, по тумберам шагал. Потом кто сюда Дикси дорогу променял. Но вот шпион покрался и пистолет достал. Между Диксоном и Дикси вдруг выстрел. Развучал. И обливаясь кровью, упал паренек. Слабеющий рукою достать конверт он смог. Своей смертельной ране он документ прижал. Между Диксоном и Дикси парнишка умирал. И после на границе с советским патрулем. С конвертом ярко-алым был задержан, был шпион. Герой с каялой кровью залитый документ. Не смог прочесть, но сыщик не смог узнать секрет. Между Диксоном и Диксом на самом берегу. Был памятник возле герой пареньку. И за полярным кругом настал полярный день. Между Диксоном и Дикси опять идет неделя. Между Диксоном и Дикси опять идет неделя. Спасибо. Дело в том, что Евгений Степанов и Аркадий Пахомов сказали, что они не уйдут отсюда, пока не выступит Дмитрий Курилов. И он тут же расчехлил свою гитару. Для Аркадия Пахомова, Евгения Степанова и для нас всех. Дмитрий Курилов. Не может слышать, как другие парни. А мне достался ангел пожилой. А мне достался ангел обвешалый. В окно моё вечернюю порой. Стучится он, как мук запоздалый. И я, признаться, сам уже привык Смотреть в часы закатного бессилия. Как пьет злой чай, сидеющий старик. Сложив в углу потрёпанные крылья. Мы вместе смотрим выпуск новостей. Мы чувствуем, как осень наступает. Наш зыбкий мир ребяческих страстей. В глазах его небесных утопает. Возможно, он устал на нас смотреть. На солнце его крылья обгорают. Возможно, он хотел бы уметь. Но ангел, увы, не умирает. И терпит всё мой ангел пожилой. Порхая надо мною светлой тенью, Шуршат старетья за его спиной. Завидуя его долготерпенью, Быть лёгким нелегко в наш грустный век. Шутя, обладевая высотою, И дьявола с минным интеллектом. Сириалец пред нашим простотуем. Спасибо. Может, это немножко пиара, что у меня? Ну, вот так случилось, что меня уговорили В этом месяце два концерта провести. И я боюсь, у меня был такой случай. Я однажды выступал сам перед собой в синем троллейбусе. Перед тенью Ахуджава был мороз 20 градусов. Если кто-то из вас захочет меня поддержать, Допустим, завтра, У меня есть бумажки с указанием адреса. Я и так сейчас разберусь. А куда она ходит? Завтра такой ресторан «Клуб Чай» На проспекте Мира. Кстати, рядом с домом Ахуджава, Недалеко там. Протоповский переулок, дом 9. Протоповский переулок, дом 9. Протоповский переулок. Да там все дают. Но там, конечно, за микрофоны деньги берут. А когда во сколько начинают? Начало в 7, а начало концерта в 7.45. Поскольку это такое заведение. А 2-й, 22-го, Бардом далее на ВДНК павильон, ВВЦ, 62-й павильон, это по карте у нас, смотри, 22-го в 7 часов. Там концерт. Ну, Дим, рассылай нам, а мы разошлим всем. Да? И в конце, специально для Аркадия Пахомова, он не так часто у нас бывает, Валентин Куклев прочитает 4 строчки нигде не опубликованного Кубанова. У нас не опубликованный Кубанов из архива. Это по памяти. Мы говорили о метафорах, мы говорили с ним о метафорах, и вот он прочитал 4 строчки, которые равны больше 30 лет или даже больше 40. Черновитие стреляется в горах, и незнакомка в секундантов тычется, и эхо с теплой кровью на губах напоминает стол его величества. АПЛОДИСМЕНТЫ Все подошло к концу. А как-то все сидят, и такое впечатление, что не очень хотят уходить. Но будем надеяться, что у нас будет свое помещение, и тогда мы сможем почаще собираться. Спасибо. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok